Так, дорогие друзья, приветствую всех. У нас сегодня встреча, обед, прекрасная встреча с нашим другом, с Игорем Незавибатиком. Игорь не нуждается в долгих представлениях. Заведите в интернете Игорь Незавибатик, попадете на сайт Игоря, блог Игоря, там информация пополняется постоянно. И сегодня мне повезло отобедать, пообщаться, задать вопросы, которые меня интересуют. И меня очень поразило, насколько Игорь сейчас чувствует жизнь, рынок, бизнес. И у меня есть несколько вопросов, Игорь любезно согласился ответить на них. Игорь, я сразу перейду к вопросу. Хорошо? Хорошо. Ну, давай, первый такой вопрос. Расскажи немножко о себе. Те, кто будут смотреть это видео, тебя очень хорошо знают. Что изменилось, ну, например, вот о чем-то ты сказал, что изменилось в твоей жизни за последний год-два? Ну, первое из вести, я стал за это время старше, а поэтому начинаешь задумываться о тех вещах, о которых не задумываешься, когда бываешь моложе. Как жить так, чтобы, набирая возраст, но не терять удовольствие от жизни, оставаться здоровым человеком. Ну, и знаете, вот как говорят, не глупеть с возрастом. В том смысле, что глупость проявляется не в том, что человек мало знает, он иногда знает даже больше, а в том, что он вдруг начинает отставать от самой жизни. То есть те убеждения, которые он наработал за такую предыдущую жизнь, и за которые он держится, потому что они когда-то работали, они когда-то были эффективными, очень часто эти убеждения, образ жизни, входят в противоречие с новыми реалиями жизни. И люди глупеют не от того, что они меньше знают, а от того, что они становятся менее гибкими, и перестают принимать вот эту новизну жизни, которая требует от них обновляться и жить уже по-другому. Вот, пожалуй, за это время я сейчас, вот мы давно, к сожалению, не проводили совместные тренинги, но я же не бездельничал. Я проводил тренинги для других компаний, особенно традиционного бизнеса. Я посмотрел немножко с другой стороны, чем сейчас живет эта область, например. У меня была возможность обдумать, и я за это время, например, создал новый аудиокурс и практически писал новую книгу на тему удовольствия как смысл жизни. Раньше я не заявлял эту тему столь открыто, что удовольствие это оказывается, может быть, двигателем нашей жизни. А сейчас я все больше и больше прихожу к этой мысли, и мы, надеясь, эту тему как раз сейчас вскроем. Почему это так? То есть за это время у меня возникли новые идеи, которые дают возможность на новом этапе жизни не терять энергию в жизни и получать от жизни удовольствие и обновляться. Вот это, пожалуй, то, что со мной происходило в последние годы. Ну и плюс я жил в удовольствии. Я, вы знаете, посетил много стран, очень много путешествовал, жил в разных странах, и при этом мне очень нравится жить в России. Отлично. Игорь, вопрос сразу же задам такой, да? То есть вопрос конкретный. Сейчас очень сильно усилились информационные потоки, увеличились, наверное, даже информационные потоки, скорости потоков этих. Как не потеряться человеку вот в этих потоках, и при этом, как ты говоришь, да, получать удовольствие, удовольствие, и при этом достигать результата в бизнесе? Вот как ты считаешь какие-то рецепты от Игоря в этом направлении? Ускорились потоки, они увеличились, эти потоки информационные? Да, некоторых это, конечно, приводит в отчаяние, потому что начинают проклинать эти времена, в которые они живут. А с другой стороны, вы знаете, вот эта китайская мудрость, как проклятие «чтоб ты жил в эпоху перемен», я вообще воспринимаю как доброе пожелание. Вот «чтоб ты жил в эпоху перемен». Потому что это же через тиши время, которое тебя заставляет не стоять на месте, не покрываться мхом, не держаться за старое, а наоборот следить за вот этими потоками, за этими изменениями и само меняться. Поэтому, на мой взгляд, вот это время ускорения всего, это замечательное время, возможно, лучшее время на Земле. Но я уже давно Эдику говорил, что на самом деле мы, если по-честному, живем в самое лучшее время в истории человечества. Но дальше будет еще лучше. Поэтому очень важно жить как можно дольше, потому что у нас есть шанс жить еще лучше и интереснее. Главное, сложность, связанная с потоками, то, что невозможно долго находиться на старых наработках. То есть нужно все время следить, о чем говорит жизнь, что она подсказывает, и меняться, пробовать. Поэтому здесь очень важный момент, из огромного количества потоков, которые возникают, уметь выделять. Мы не можем сейчас поставить границу и сказать, нет, я не воспринимаю, я не буду считать интернет, потому что в интернете сплошная гадость. Я не буду смотреть телевизор, потому что в телевизоре сплошная пропаганда. Я не буду общаться с огромным количеством людей, потому что они там негативно мыслят. Нет, мы открыты и для телевизора, и для интернета, и для этих людей. Просто надо уметь выбирать. И вот процесс выбора отсеивания лишнего, быстрого умения проверять, что работает, что не работает, что правда, а что фейк в этой жизни. Вот этому учит ускорение и усиление информационных потоков. В сетевом бизнесе это вообще на каждом шагу. Сколько людей сейчас реально строит бизнес с огромным количеством людей, с потоками людей через онлайн. То есть раньше мы не имели дела с такими потоками людей. Это ведь отсеивание, это нахождение перспективных людей, это выстраивание с ними взаимоотношений, не видя даже их, но по той косвенной информации, которую мы от них получаем, надо принять решение, что и как с этим человеком делать. Я сам, честно говоря, восхищаюсь ребятами, которые сейчас вот таким образом строят бизнес, и в нем быстро растут. Для меня это вообще новое направление. Вот это то, что я хочу сказать, что пугаться этого не надо, а как раз надо воспользоваться этими потоками, потому что это жизнь. Потоки отражают ускорение и обогащение нашей жизни. Игорь, вот меня впечатлило очень, вот реально, когда мы сейчас до этого разговаривали с Игорем, раньше меня реально немножко напрягало вот это вот понятие дружбы. Я даже получал несколько раз, то есть такие некие обвинения от людей, с кем мы раньше дружили, что я меньше стал уделять им время, что я типа зазвездился там, или еще что-то, и так далее, и так далее. Вот меня очень впечатлило твое определение, что такое дружба. Ты можешь вот поделиться твоим взглядом, что такое дружба? Я анализировал, когда свою жизнь, я сейчас, может быть, кого-то обрадую, кого-то наоборот разочарую, я обнаружил, что у меня нет ни одного друга, с которым бы я дружил всю свою жизнь. И более того, у меня нет в этом потребности. И мне не стыдно. В свое время от Николая Ивановича Козлова, который сильно на меня повлиял, благодаря которому я стал тренером, я услышал одну интересную вещь. Он сказал, что, а что может быть основой для дружбы? Это только совместная деятельность. Я тогда удивился, подумал, да как-то не романтично совсем. Как-то в противоречии. Ведь считается, что умение дружить, создавать друзей, это же достоинство. А тот, кто не умеет дружить, это же человек, который не умеет строить отношения. Но я посмотрел, что многие люди, которых я считаю успешными, и которые живут так, как, в общем-то, мне тоже хотелось бы, а у них нет постоянных друзей. Почему? А что может быть основой для друга? Давайте рассмотреть. Для абсолютного большинства людей это, когда они на каком-то этапе жизни совместно были вместе, это доставляло им удовольствие или пользу, и теперь они очень хотят это повторить. Изменились обстоятельства, изменилась ситуация, изменился этот человек, изменился я. Возможно, я уже живу в другом городе, или мы занимаемся разными видами деятельности. Но так хочется повторить то, что было когда-то хорошо. Это вообще свойственно человеку. Если когда-то было хорошо, хочется, чтобы это было всегда. А это не работает в жизни. Вот ничего невозможно повторить. Наверное, единственная вообще стабильная вещь жизни это отсутствие стабильности. И вообще, когда человек стремится к стабильности, на мой взгляд, это дурной знак. Жизнь его смоет. Ты все время что-то меняешь и должен меняться, потому что жизнь все время меняется. То же самое в отношениях с людьми. Но если у меня уже нет с ним каких-то общих дел, если мы ничего не производим совместно, то, что приносит пользу мне и окружающим, что нас может объединять? И вот абсолютно большинство людей объединяет общие воспоминания. Воспоминать о том, как было хорошо. И вот они встречаются, наливают друг другу. Просто когда налил, лучше вспоминается. Не чай наливают. И, соответственно, начинают говорить. А помнишь, как мы тогда вот там с Васькой, а помнишь, мы напели с тобой, но мы накуролезли. А помнишь, когда мы были в армии с тобой, как было? И вот они этим живут. Нового ничего практически не создают. Ну, максимум, они вспоминают. А помнишь, вот когда у меня рождение? Они все время живут прошлым. Или перевариванием, как бы заново, но те же старые вещи, ничего не производя. Вопрос, а нужна ли такая дружба? Ну, пока вот мы общаемся таким образом, с человеком. Ведь мы же не общаемся с другими людьми. Более того, я заметил, что для людей, которые идут, например, в сетевой бизнес, ведь вот такая дружба становится еще мощными, ну, такими гирями, которые висят у него на руках и ногах. Потому что надо же поддерживать это. Условно говоря, какие ритуалы поддержания дружбы? Ходить на дни рождения, правильно? Ну, иногда на рыбалку, вместе там выпивать или есть. Ну, что еще, какие полезные ритуалы существуют в этой деятельности? Все. То есть это некие повторяющиеся действия, основанные на необходимости повторять то, что было. И в результате человек тратит много сил и времени на поддержание этих отношений, но ничего эти отношения ему не дают. Я начинаю заниматься новым видом деятельности. Например, я пошел в Арифлейм, или, я не знаю, поехал в Америку и стал заниматься там компьютерами. Значит, в Кремниевой долине стал работать, предположим. Как у меня могут остаться те же самые друзья, которые этими занимаются? Вот расскажите мне. Значит, я должен буду тогда, от того, как я сейчас живу, отрывать время и силы, чтобы с ними встречаться и опять жить в прошлом. И если я буду выделять этому кучу времени, у меня же не останется на другое. А еще мнение этих людей, у них же мнение на чем основано? На их убеждениях, ценностях, а они уже, так как мы занимаемся разным делом, противоречат часто друг другу. Значит, я должен и им угодить, и при этом как-то жить. Начинается разрыв у людей. Мы теряем друзей. Естественный процесс заключается не в том, что мы берем, отрезаем и говорим, мне не нужны друзья. Почему друзья нужны? Почему не нужны? Друзья те, которые помогают, поддерживают, с которыми вы можете вместе создавать что-либо. Но просто, как только начинается новый этап вашей жизнью, у вас меняются друзья. Это абсолютно естественная вещь. И я вот понимаю, что на каждом этапе моей жизни у меня были друзья, но они соответствовали этому этапу жизни, моему развитию и тому, что я делал. Я знаю людей, для которых дружба – это высокая ценность. Но и опять же, я вот когда начинал анализировать, если вот человек успешный, я не буду называть фамилии, имена там людей, которых я знаю, я вот обнаружил, что да, они иногда, знаете, ради друга там через полстраны на машине едут, чтобы в бане там три часа посидеть вместе. Для меня это абсолютно было непонятно, ради чего это. Но когда я стал анализировать их друзей, они все успешные люди. Вот все успешные. Просто каждый в своей области. Это означает, что у дружбы может быть основанием совместная деятельность. Это самое мощное основание для дружбы. Но вторая вещь, я думаю, предполагаю, это еще совместное обучение друг у друга. Это когда мы обмениваемся опытом, благодаря которому и ты, и я растем. Это тоже может быть основой для дружбы. Кстати, может быть, одна из самых долгосрочных. Вот я отношусь к дружбе как вот к такому виду деятельности, который нас вместе развивает. Дорогие друзья, то, что музыка играет фоном, это мой косяк, имейте в виду. То есть это не профессиональный видеосъемка. Да, да. Итак, Игорь, еще вопрос сразу же. На чем строится сейчас, должна строиться личная уверенность человека, вот по-твоему? Какие качества необходимы, чтобы быть вот в этом мире изменяющимся, уверенным? Такой вопрос задал, неожиданный. Не запланированный. Да, не запланированный. Ну, прозвучала у тебя уверенность. Ну, смотрите, уверенность, уверенность, это практически любое состояние, когда человек не испытывает страха. Когда есть страх или тревога, мы всегда не уверены. Поэтому качество уверенности, оно не совсем всегда является достоинством, потому что иногда вот самыми уверенными в этой жизни становятся дураки. Вот они самые уверенные. Потому что у них два варианта, там, например, да, нет, больше ничего. Умные люди, обратите внимание, они всегда немножко не уверены, потому что они предполагают, может быть так, у них всегда вариантов больше, чем два. Мы, наверное, говорим немножко о другом. Как в этой жизни не бояться самой жизни, и принимать ее, и жить в ней, а не сопротивляться этой жизни. Может быть так? Вот так, наверное, да. Четче будет. Да, да. Почему? То есть, смотрите, если меня не устраивает, ну, вот мы сейчас начали говорить, например, о потоках, да, это скорость, а я все время начинаю тормозить. Я говорю, давай помедленнее, давай помедленнее, а жизнь все равно не будет, ну, слушаться, значит, просто человек бьет, отстает, или его сносят, знаете. Попробуйте в потоке машин, которые идут быстро, начать тормозить. Ну, народ, конечно, тоже притормаживает, но в конце концов, тебя точно в задницу кто-то видит. Значит, давай, или сходи тогда с полосы, давай, ну, или давай поезжай в потоке. Поток возрастает, а ты еще вошел на вторую или на третью полосу. Давай уже не меньше 50 миль в час. Значит, поэтому первое, значит, не тормози. А вот, второе, будь гибким. Потому что в данном случае жизнь все время предлагает очень много вариантов действий. И если ты будешь бояться этого, говорить, господи, ужас какой, это же выбирать надо. Это же, ну, условно говоря, вот раньше-то было, помните, нормально, один вид колбасы продавали, не надо было выбирать. Чем хорошие времена старые были, да? Или так, или так, да? Все, вот это два варианта, или дома, или на даче. Какая там Америка, Индонезия, и так далее, в голову не приходит, теперь надо выбирать, куда ехать, да? Третье, за тебя позаботиться, а что нельзя, тебе не позволят. А сейчас самому надо выбирать. На государство не приходится рассчитывать, на любое государство не приходится рассчитывать, хоть ты в Америке, хоть в России. Само выбирать. И люди от выбора, они пугаются, этого выбора. Им так хорошо, что вы мне сказали, вот делай вот так, делай так, делай так. И отсутствие гибкости. А гибкость, это означает, что я имею право на ошибки. Да, мой выбор может быть ошибочен, да? А как ты узнаешь по-другому? Как ты узнаешь, что лучше идти туда, а не туда, пока ты хотя бы туда не заглянул? То есть, мне кажется, что вот некая такая уверенность в том, что ты делаешь, она заключается в том, что ты не боишься совершать ошибок, потому что ты знаешь, что ты, если захочешь, и от тебя зависит, ты можешь это исправить. И ты не будешь это навешивать на себя, чувство вины за это, чувство стыда и так далее, потому что в какой-то степени ошибка это познание мира. Это как раз мы сейчас говорим, вот когда о возрастающих потоках, это неизбежно наличие ошибок. Неизбежно. Но также это скорость их исправления. Не тормози при исправлении. Ну, увидел? Давай. Ну, перейди на другую линию. Ты понял, что не надо по этой? Ну, давай на эту. Значит, и поехал. Что еще? Ну, вот, например, мы с Этиком когда-то говорили, некий вот там очень популярная тема, такой баланс, там, колесо жизни, там, при котором человек должен быть здесь, одновременно здесь, одинаково здесь, одинаково. Ну, давайте будем честны, при таких потоках, чтобы здесь одинаково было, здесь одинаково и здесь, ну, не очень реально. Почему? Почему? Потому что, когда ты все время заботишься о балансе, такойся в страхе, что баланс нарушится. И тогда нужно везде притормаживать немножко. Потому что ты здесь рванешь, там не успеешь. Значит, то есть в данном случае я сторонник как раз того, что жизнь, которая сейчас есть, она дает очень много возможностей. И надо пользоваться этими возможностями легко в случае чего меняя. Вот если сейчас вот мы видим, что этот метод не работает, не надо вот так за него держаться, со мной все равно, или говорить, это все не работает, меня привели не туда, этот Арифлейм, долбаный, мне обещали, потому что я буду зарабатывать 50 тысяч за один месяц. Вот это, вот иллюзии. Значит, смотри, если тебе что-то не срабатывает, тебе сигнал, сделай по-другому. Все, вот это только один сигнал. Поверни, сделай по-другому. Это означает, что ты ищешь оптимальный путь. И, кстати, вот мы говорили о том, что, наверное, отдельно мы поговорим об удовольствии, как неком сигнале правильности или ошибочности пути. Почему? Потому что, если я все время что-то делаю, но я не получаю за это награду в виде удовольствия, любой человек опускает руки. Удовольствие того, что мы делаем, это некий сигнал, показатель, ты движешься в правильном направлении. А вот все время дискафорт, боль, вот это чувство такое, что что-то делаю не то, это сигнал того, что ты неправильно что-то делаешь. Это большая тема, я бы не хотел сейчас в рамках этого поднимать, если надо, мы отдельно поговорим. Но так как вопрос был неожиданен, и он такой очень импровизационный был, я тебе импровизационный отвечаю. Все, понял. Хорошо. Игорь, у меня еще есть такой вопрос. Смотри. Сейчас я более точно сформулирую. Вот, скажи, пожалуйста, я очень не люблю, когда в сетевой бизнес, сейчас очень категорично не люблю, хотя сам несколько лет назад говорил о таких понятиях, как пассивный доход, то есть достаточный доход. и сейчас категорично против этого. Я вот считаю, что это путь в никуда. Вот как ты считаешь, то есть, стоит ли говорить вообще, что где-то, в каком-либо виде деятельности есть такое понятие, как пассивный доход, достаточный доход? И твое мнение вообще по этому поводу. Возможно ли где-то получить пассивный доход? Ой. Знаешь, вот я часто слышу от людей, которые приходят в сетевой бизнес, это я много лет назад, и меня это вот всегда удивляло. Они говорят, знаешь, о чем я мечтаю? Может, когда-нибудь я достигну такого уровня, такого дохода, при котором наконец-то я могу ничего не делать, лежать на берегу моря, а денежки будут капать. Я был в ужасе от этой установки человеческой. Думаю, кто же ему рассказал о том, что так бывает? Я честно скажу, я такого не наблюдал. Даже если ты, Эдик, со своим уровнем дохода и со своей грамотно простроенной структурой ляжешь на берегу Мексиканского залива и пролежишь там год, первые два-три месяца деньги будут капать. Потом с потоком начнет что-то происходить. Это иллюзия. Для того, чтобы шел поток, его надо создавать. Более того, самому надо быть в потоке, потому что поток образуется вокруг нас, вокруг нашей личности, вокруг того, что мы делаем. Второе. И, кстати, это классная идея, потому что как только ты ляжешь, это верный путь к смерти. И жизнь тебя как раз поднимает с места и говорит не лежи, двигайся, живи, потому что если ты вот так будешь жить на пассивном потоке, твоя пассивная жизнь придет тебе к тому, что жизнь твоя на этом закончится. Второй момент. Подумайте, давайте, цель. я вот по сути хочу достичь пассивного дохода, чтобы ничего не делать, он шел. То есть я мечтаю не о деятельности, а я мечтаю о прекращении деятельности. То есть в основе всей моей активности, всех моих целей, всей моей работы с людьми лежит на самом деле ненависть к тому, чтобы что-то делать и любовь к тому, чтобы ничего не делать. скажите, не кажется ли вам, что это уходит в мощнейшее противоречие между необходимостью жить, действовать, двигаться и моей мечтой наконец-то с этим закончить? Вот почему происходит вот такое двоякое. У людей, которые настроены на пассивный поток, на пассивный доход, они его никогда в общем-то и не достигают. Не потому, что это невозможно, а потому, что они даже не дойдут до этого уровня. Они раньше времени, я вам скажу, самый легкий способ прекратить деятельность, это ее просто прекратить, не дожидаясь больших доходов. Вот намного легче, раньше подоступит. Мечта исполнится. Я перестал что-то делать, перестал встречаться с людьми, перестал зарабатывать деньги, зато я теперь лежу, ну не на берегу моря, правда, извините, а на берегу местного залива там или болотца, это другое дело, но в принципе свою задачу ее выполню. То есть получается, что сама идея вот этого работы, чтобы потом не работать, она порочна по своей сути и она против жизни. Потому что пока мы что-то делаем, мы живем. Перестали делать, перестали. И я еще часто говорю людям, что суть, ведь, знаете, можно получать удовольствие от результатов. да, я достиг определенного звания, я достиг определенных доходов, но самое главное удовольствие это процесс. Если сам процесс того, что я делаю, как я это делаю, не доставляет мне удовольствия, я просто не доживу до удовольствия результата. Игорь, у меня вот сразу продолжение этого вопроса все-таки такой вопрос будет. У тебя очень много успешных людей в разных областях жизни. В окружении. В окружении, в твоем окружении. и люди нравятся. Скажи, пожалуйста, вот как бы ты охарактеризовал стиль жизни таких людей? Вот как стиль жизни успешных людей? Какие-то вопросы задаешь интересные. Ну ты продолжи. Да, я сейчас начинаю просто анализировать. Ну просто сейчас вспоминай там, например, и тебя, и других людей совсем не похожих на тебя, например, или людей других областей жизни. Потому что, ну скажем так, успешный, да, каждый же по-своему это понимает. Мы можем формировать, что успешный тот человек, который способен ставить цели и достигать их оптимальным путем. А можно воспринимать человека успешным как счастливого человека, да? Тоже по-своему успешным человеком. Ну в большей степени я, наверное, вкладываю все равно в понятие, что мы живем в материальном мире успешный человек. А взаимосвязываем. Да, смотри, ведь люди же есть, которые достигают материальных каких-то благ, но не испытывают этого радости и удовольствия. И рано или поздно происходит какая-то штука. Эти материальные блага перестают его мотивировать. Вот заметь, как многие из наших дистрибьюторов начинают иногда вначале очень рьяно двигать руками и ногами, потому что они хотят выкарабкаться из нищеты. А потом они как-то начинают затихать, как только из нее выкарабкались. Есть лидеры, мы знаем с тобой, которые до определенного уровня дохода и благсостояния очень активны, а потом как-то начинают что? Тормозить их. Становится, начинает как бы вот этот уровень удовлетворять. И здесь нужен очень важный момент повысить свои запросы. А как ты их можешь повысить? Когда ты начинаешь менять стиль жизни, тебе хочется большего, и соответственно это тебя мотивирует на то, что ты начинаешь снова делать, зарабатывать, привлекать новых людей. Если ты остаешься на том же уровне дохода, у меня есть дом, огородик и так далее, но тебе нет смысла больше работать, привлекать людей, тебе хватает много огородика. Теперь я как бы возвращаюсь к этой идее. Я заметил, что большинство людей, кого мы называем успешными, это люди не успокаивающиеся. То есть у них все время есть на данном этапе жизни что-то, что их возбуждает и заводит. Что это? А вот ты знаешь, вот это очень каждого по-своему. Очень сильная мотивация это зарабатывание денег, это элемент самоутверждения, это одновременный сигнал, что то, что ты делаешь, нужно людям и это вообще просто приятно ощущать, что ты успешен в этой области. Но значительно больше людей вообще заводит, как они живут. Вот это называется стиль жизни. Как я живу? В стиле жизни включает не только есть у меня машина или нет, а уровень удовлетворенности жизни, ощущение, знаешь, вот такого, для кого-то это некий элемент духовности жизни, для кого-то элемент очень важной самореализованности в этой жизни, для кого-то очень важен такой элемент любовь, семья, дети. Это все сюда входит. И ты знаешь, по-моему, это некая комбинация. Вот стиль жизни это и красиво, и наполнено, и интересно, и в этом даже есть элемент какой-то риска, потому что риск тоже заводит. Стиль жизни это штука сильно возбуждающая. Она может дать, ну вот, например, да, я вот там, люблю много путешествовать, ну ты знаешь, я, как каждый месяц в какой-нибудь стране, бывает и в нескольких. Вот люди меня на спросят, зачем? Ну зачем ты себе путешествовал? Ну сидел бы дома, у тебя хорошая квартира там в центре города, пожалуйста. Это мой стиль. Города Москвы. Центр Москва и большая, да. А вот, значит, это стиль жизни, это стиль жизни, и что я знаю? Ты знаешь, это часть моей жизни, как тренера. Потому что люди, которые видят, как я живу, и понимают, им тоже хочется так жить. Вот ты лидер компании, понимаешь? В твой стиль жизни ходят и хорошая машина, и хорошая квартира, и путешествия ходят, и круг людей, с которыми ты общаешься, это твой стиль жизни. И когда мы его формируем, этот стиль жизни, то, соответственно, мы делаем себя притягательным для других людей. Я сейчас так немножко рассказываю, что стиль жизни, это не только как мы живем, но и для чего мы живем. Сам стиль жизни может нас мотивировать на саму жизнь. Это целый такой комплекс. И он включает в себя очень много элементов. Четко. Ну, четко я могу показать. Если у вас такой стиль жизни, что удовольствие как-то же становится меньше, это четко показать не тот стиль выбрали. Если в вашей жизни вот уровень удовольствия растет, обновляется, потому что удовольствие не бывает неизменным. Вот чем хороша и мудра природа? Она показывает следующее. Человек не может от одного и того же получать удовольствие. Я сейчас пью чай от первой чашки, я получаю удовольствие. От второй уже немножко меньше, от третьей уже смотреть не могу, от четвертой я побегу в туалет. Жизнь приводит к тому, что ничто не бывает неизменным. И она включает механизмы поиска новых удовольствий. А это и есть прогресс. Ради этого человек меняется, развивается, вовлекает других людей в этот процесс. И пока это происходит, мы живем. Как только прекратили это делать, мы уже доживаем. А раз доживаем, это сигнал, убирайте его, он уже жизни не нужен. Игорь, традиционный будет такой вопрос, да? Я очень хочу сказать большое тебе спасибо за наше общение, потому что у нас на самом деле дружба в разных эпохах была. А у нас с тебя сочетание идет, общая деятельность и сочетание в общем познании, то есть обучение друг друга. Я учусь у тебя, как ты строишь бизнес и отношения с людьми, а ты каких-то других вещах учишься, а мы друг у друга учимся. И поэтому вот это крепкая основа. Как только я тебе стану неинтересен, а ты мне, наша дружба на этом закончится. А потом снова возродится. Если мы снова станем друг друга интересными. Но пока мы интересны, слава богу, понимаешь? Игорь, скажи, вот все-таки традиционный вопрос, обычно в любом в завершении интервью его задают, да? То есть получается, какие твои пожелания конкретно людям, кто пришел в нашу команду, в наш бизнес, что ты им посоветуешь? Глобальный вопрос. Он глобальный и при этом, наверное, четкий. Хотелось бы вот твое пожелание все-таки как человека, который знает сетевой бизнес изнутри, с разных сторон и снаружи в большей степени, потому что у тебя тоже очень большой опыт общения, то есть с разными дистрибьюторами, лидерами, топ-лидерами. Ну, первое... Давайте так сделаем с формулированием. Твое пожелание сегодня, 13 февраля 2017 года. Хорошо, 14-го, я что-нибудь другое? Да, 14-го. 14-го я могу, да, 15-го я могу еще что-то пожелать, так что, значит, ну, хорошо, на сегодняшний день. Но первое, вы находитесь в области, где очень много возможностей. Это надо осознать, что, например, сетевой бизнес, его преимущество перед целым рядом других бизнесов. Я сейчас не заявляю, что другие бизнесы плохие. Я просто говорю, что он отличается тем, что в нем очень много возможностей. Что такое возможности? Это возможность, опять же, слово, использовать свои сильные стороны, которые у нас есть, очень разнообразные, потому что этот бизнес можно, несмотря на его дублицированность, вести очень по-разному. И вообще принцип построения команды сейчас, построения структуры, подразумевает в том, что каждый из вас может найти свои таланты, свои сильные стороны, их максимально в команде использовать. И точно так же находить людей, которые обладают своими сильными сторонами, им делегировать те вещи, которые они сделают лучше, чем вы. Это мощная возможность этого бизнеса, потому что это командный бизнес. Да, он построен на лидерах, он построен на личностях, всегда. На личностях, которые вокруг себя могут создать других личностей и других лидеров. Поэтому я думаю, что суть не в подавлении других лидеров, а в выращивании их. Это очень хорошая новость. Значит, второе. Сетевой бизнес, бизнес – это бизнес, обреченный на то, чтобы искать способы выживания, а значит, соответствия жизни. Как только сетевой бизнес или методы его ведения перестают соответствовать скорости и требованиям времени, он умирает. И мы знаем умирающие компании или умирающие структуры. Это практически всегда те, которые не успели услышать и увидеть ввеление времени. Значит, поэтому внимательно наблюдайте за тем, что сейчас происходит. Не надо сопротивляться жизни, не надо проклинать времена, что мы живем не в той стране, не при тех властях, не в то время, а наоборот. Время никогда не бывает плохим. Это просто время, которое предлагает другие способы, другие методы и возможности. Пользуйтесь ими, ищите их, пробуйте. Ну и третье. Не бойтесь ошибаться. Я уже сказал, не бойтесь ошибаться. Потому что вы никогда не поймете, как лучше, пока не ошибетесь. Специально не надо ошибаться, если вы с первого раза правильно, хорошо делаете, на здоровье. Но если вы ошиблись, это просто подсказка, не так, так по-другому. И вы всегда можете себя поправить. Ну и четвертое, последнее, что сейчас скажу, потому что можно, можно, можно говорить, но это уже 15, вы сказали, 16 числа. Это такой бизнес-драйва. То есть, вот знаете, без удовольствия, без драйва в нем долго не протянешь. То есть, находите в том, что вы делаете, удовольствие. В людях, в общении, в результатах. Кто-то в учете, в контроле, а кто-то в рекрутинге, а кто-то в публичных выступлениях, а кто-то. Но найдите это удовольствие, потому что, как только вы будете получать удовольствие от вида деятельности, которым вы занимаетесь, а сетевой бизнес, он на этом построен, на удовольствие. Это удовольствие вас отблагодарит. Оно подарит другое удовольствие, удовольствие результатов. Поэтому, вот я вам советую, смелее, прыгайте, плывите, плывите вместе и получайте этот процесс удовольствия. Вынесет в нужном направлении. Спасибо, Игорь. Ну, я сейчас задам Игору еще несколько вопросов. Мы еще, у нас есть что обсудить. Игорь, желаем тебе огромных успехов, получать удовольствие от всего. И я закончу немножко с интригой. У нас сейчас будет кое-какие обсуждения еще с Игорем. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok